Продолжение следует... Или, возможно, ты предпочел бы тишину сельской местности, подальше от суеты многолюдных мест. Некоторые люди предпочитают жить высоко в горах, где чистый и свежий воздух. Другие любят воду и строят свои дома на берегу моря, озера или реки. Но где бы ты ни строил свой дом, особенно тщательно нужно выбрать грунт, на котором будет возвышаться дом. Понимаешь, каждое строение должно иметь хороший фундамент. Фундамент – это то, на чем ты строишь. Он должен выдержать вес всего строения, чтобы дом не сдвинулся и не упал. Если грунт не такой прочный, как скала, тогда строитель должен заложить фундамент. Иногда строитель должен забить бетонные или стальные сваи глубоко в землю. Такие сваи будут удерживать вес всего здания. Обычно небольшим жилым домам не нужны подобные сверхпрочные фундаменты. Но большие строения должны возвышаться на очень прочном фундаменте. Итак, прежде всего, строитель должен знать, какой фундамент нужно заложить, а также должен понимать, что ему, возможно, придется копать очень глубоко, чтобы узнать, с каким грунтом он имеет дело. Здесь, когда строители вырыли котлован под фундамент, то обнаружили, что грунт песчаный. Такой грунт осыпается, и строить на нем очень опасно. Песок – очень неподходящий фундамент. Господь Иисус Христос, Бог-Сын, однажды рассказывал о человеке, который построил свой дом на песке. Он рассказывал эту историю множеству людей, уча их о Царстве Божьем и о людях, которые войдут в Божье Царство. Слушая Господа Иисуса, люди осознавали, что учение Иисуса очень отличается от наставлений других учителей. Да и сам Господь Иисус отличался от других учителей. Народ принимал Иисуса Христа за великого Учителя и даже Пророка. Однако люди не знали, что Иисус – Бог-Сын, и что Он сошел с небес, чтобы стать их спасителем от греха. Завершая наставление, Господь Иисус сказал людям, «Кто слушает слова Мои и исполняет их, подобен человеку мудрому, который построил дом свой на камне». А тот, кто слушает слова Мои и не исполняет их, подобен человеку неразумному, который построил дом свой на песке. Кому могла прийти в голову мысль строить дом на песке? Неразумному человеку. Но почему? Возможно, он легкомысленно отнесся к строительству и не думал, что может произойти. Или, возможно, он не хотел отягощать себя дополнительной работой, необходимой для закладки фундамента. И не хотел переезжать туда, где грунт более твердый. Какой бы ни была причина, тот человек построил свой дом на песке. Он действительно был неразумным. Мне совершенно не хочется быть похожим на него. А тебе? Только представь, что случилось бы, если бы разразилась страшная буря. Представь, что подул очень сильный ветер и палил дождь все сильнее и сильнее. Реки и ручьи вышли из берегов. Как ты думаешь, что произошло бы, если бы бурный поток налетел на такой дом? Думаешь, дом выдержал бы? Конечно, нет. Совершенно верно. Каким бы красивым и крепким ни был сам дом, если фундамент слабый, поток воды смоет и разрушит такой дом. Те слова Господа Иисуса Христа относятся и к нам. Библия – это Слово Божье, обращенное к тебе и ко мне. Если ты не исполняешь Его Слово, то потеряешь самое драгоценное, что у тебя есть – твою душу. А душа – это часть тебя, которая живет вечно. В Библии, в Евангелии от Марка, глава 8, стих 36, записаны слова Иисуса о нашей душе. Он говорит, что приобретение всего мира и всех его богатств невозможно сравнить с потерей души. Потерять душу – значит навеки остаться вдали от Бога. Теперь ты понимаешь, как нам важно читать Слово Божье, Библию, и исполнять все, что написано. Позволь поделиться с тобой еще некоторыми истинами, которым Господь Иисус учил людей в тот день на горе. В Евангелии от Матфея, глава 5, стих 20, мы читаем такие слова Господа Иисуса. «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Что же означает Слово «праведность»? Это значит быть совершенным и правым, без какого-либо греха, таким, как сам Бог. Книжники и фарисеи были иудейскими религиозными лидерами. Несомненно, они-то должны были войти в Царствие Божие. Но нет! Господь Иисус сказал, что человек должен быть лучше фарисеев и книжников. Насколько лучше? Человек должен быть совершенным и праведным в глазах Бога, должен быть без греха. Но таков ли ты сам? Нет, никто не является таковым. В Библии, в послании к римлянам, глава 3, стих 10, однозначно говорится. «Нет праведного ни одного». И в стихе 19 написано. «Весь мир становится виновен перед Богом, потому что мы, люди, нарушили Божий закон. Мы с тобой, грешники, и не способны угодить Богу. Наши поступки, слова и даже мысли исполнены греха». Как же мы можем стать праведными перед Богом? Существует лишь один путь. В Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6, записаны такие слова Господа Иисуса. «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Итак, Иисус есть путь, единственный путь. Ради этого Он сошел с небес. Только через Господа Иисуса Бог оправдывает тебя и Меня. Но как именно Он оправдывает Меня? Господь Иисус Христос праведен. В Нем нет ни единого греха. Все Его поступки, слова и мысли угодны Богу. И свою совершенную, безгрешную жизнь Иисус Христос отдал в жертву за грех людей. В Библии, в послании к римлянам, глава 6, стих 23, говорится «Ибо возмездие за грех – смерть». Своей смертью Иисус Христос заплатил за твои грехи. Умирая на кресте более двух тысяч лет назад, Он занял твое место. Но оставаясь мертвым, Он не смог бы оправдать тебя. В третий день после смерти Иисус Христос воскрес из мертвых, а затем возвратился в небеса. Если ты искренне сожалеешь о том, что грешил, если ты оставишь свои грехи и всем сердцем поверишь в Господа Иисуса, как своего Спасителя, Бог примет тебя ради того, что совершил Господь Иисус. Тогда ты получишь прощение грехов и праведность самого Господа Иисуса. Тебе будет дана вечная жизнь, и Бог, Дух Святой, будет пребывать в тебе. Поверив в Господа Иисуса как своего Спасителя, повинуйся Ему как своему Господу. Наставляя народ на горе, Господь Иисус сказал, что не каждый, кто называет Его Господом, войдет в Царство Небесное. Туда войдут только те, кто исполняет волю Бога. Иисус говорил, что настанет день, когда люди предстанут пред Ним на суд. Многие будут называть Его Господом и скажут, что они и проповедовали, и бесов изгоняли, и совершали другие чудеса именем Его. Но Господь скажет им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от Меня, делающие беззаконие». Можешь представить, что ты почувствуешь, если Иисус Христос велит тебе отойти от Него и не позволит войти в Царствие Небесное. Только те, кто внимателен к Слову Божьему и повинуется Богу, войдут в небеса. Нет никакой пользы в том, чтобы только называться христианином и полагать, что ты достаточно хороший человек и без Господа Иисуса, что ты своими силами можешь проложить путь в Царство Господа. «Обязательно нужно, чтобы Господь Иисус сделал тебя правым в глазах Господа и наполнил тебя Святым Духом, чтобы ты мог повиноваться и угождать Ему, как своему Господу». Не будь подобен неразумному строителю, который построил дом свой на песке. «Уверуй в Иисуса Христа как Спасителя уже сейчас. Признай свой грех перед Ним и попроси Его наполнить твое сердце и твою жизнь». Господь Иисус сказал, что если ты придешь к Нему, Он ни за что не прогонит тебя. «Я уверена, что ты хочешь быть мудрым строителем». А где мудрый строитель построил свой дом? Верно, на камне. Возможно, внешне его дом был похож на дом неразумного строителя, но фундамент был совершенно другим. Он был прочным. Конечно, строителю, вероятно, пришлось долго копать землю или песок, пока он не докопал до камня. Труд, несомненно, был очень тяжелым и занял много времени. Вероятно, мудрый строитель построил свой дом не так быстро, как неразумный. Однако он знал, что на плохом фундаменте и вовсе не стоит строить дом. Поэтому мудрый строитель терпеливо работал и сделал все, чтобы никакие ненастья не разрушили его дом. Когда строительство было завершено, строитель мог жить в своем доме, не боясь будущего. Как ты думаешь, он мудро поступил? Конечно, мудро! Ты тоже поступишь мудро, если искренне уверуешь в Господа Иисуса, чтобы получить его прощение и праведность, если будешь читать Слово Божье, Библию и будешь повиноваться Господу во всем. Тогда, подобно мудрому строителю, ты сможешь быть уверен в своей безопасности, что бы ни случилось. И когда твоя жизнь на земле закончится, и ты встретишься с Господом Иисусом, Он примет тебя, и ты будешь с Ним вечно. В завершении скажу, что буря действительно разразилась. Так сказал Господь Иисус. И дом, построенный неразумным строителем, рухнул. А дом мудрого строителя устоял. Почему? Думаю, ответ ты знаешь сам. Верно? Субтитры создавал DimaTorzok